Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы сегодня прочитаем ее всю. Я поясню почему. И выйдя, Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю, вам не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Леонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не пристил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос. И многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моим. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут горы. И кто накровлет, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто наполит, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там не верьте. Ибо восстанут тоже Христы, уже пророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы привестить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби днете, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена зимние, и увидят Сына Человеческого, грядущего на благах небесной, силу и славу великую. И пошлет ангелов свои с трубой громогласно, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все сие будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. Одней же том и части никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мельющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя, блажен тот раб, которого Господин его придя найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зову, скажет в сердце своем, нескоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть, пить с пьяницами, то придет Господин раба от того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Вся глава. Почему прочитали полностью? Я разговариваю не с одним. Что читали сегодня? Вчера, позавчера Библии не читали. Мало кто читает. Хорошо знают те, которые у нас в интернете с нами. У нас через каждые два часа идет моление. 11 раз в неделю идут полные занятия по Ветхому Новому Завету. И некоторые из вас, я сколько просил, приобретите то, что можно приобрести, чтобы быть участниками этого. У нас люди с разных стран. И все новые и новые приходят люди. А свои сидят и спят или как? Я это уже третий раз говорю. Первый раз я рассказал о том, что будут моры. Объяснить по Слову Божию. Вчера, кто не был вечером, уже не узнаете. Но в интернете будет выставлено. О войнах и военных. Вот. Что такое война? Когда возникает? Какая причина? Как избежать? Возможно ли это? И мы воины или нет? Это столько в него было сказано. Сегодня я хочу остановиться на слове слухи. Одно слово слухи. Это будет основанием, чтобы задуматься нам. Люди, которые не занимаются Словом Божьим, они имеют как бы слоновьи уши. Большие. Все слышат где. Где кто сказал, где что, про себя ничего не знают. Человек, который занимается своим хозяйством, тем более, если у него какая-то живность есть, коровы, лошади там где. Ему некогда заниматься. Дети, он некогда заглядывать в чужие окна. Он работает над своей душой. Или только над своим хозяйством. Мы прочитаем сейчас несколько мест Писания. Я просмотрел везде, где можно эти слова объяснения дать. В Википедии называется эта энциклопедия в интернете. Свободные как. Есть там слова дали, там все. Что это слово означает? 70, кажется, значений. Никогда даже не думал, что столько. Ну 50 примерно я знаю, а другие даже первый раз слышу. И это действительно так. Это молва, брехня. Это все молва. Обман. И по порядку идет, что такое. Что означает это слово? И какой смысл Дух Святой заложил в это слово в Библии? Я вчера говорил о том, которые люди смотрят, и скидываем друг другу, кто что увидел, что знает. И скинули небольшой ролик. Патриарх Кирилл говорит, дает интервью. Я вчера про это говорил, сегодня еще решил раз посмотреть. Я на него смотрю, слезы сами наворачиваются. Сколько печали в его голосе. И он повторяет некоторые слова. Тотальное наблюдение над человеком. Семь раз повторяет за семь минут. Это не просто, что знает, куда человек пошел. Это хорошо. Сумели сделать, там вживили как-то. Ну, цифровая он, цифровая технология. Он эти слова повторяет. Я смотрю на него, как он говорит, это как будто бы не он. А мы все время молимся за него. И он сидит и отвечает, я не сам говорю это. И чудо, и чудесно. Он говорит, да Библия же так говорит. Ну, дескать, от меня-то отведите это обвинение, что я что-то говорю не то. За что, как говорят, банят сегодня. Баню ему дают. Закрывают. Это Библия говорит, что нельзя будет продавать и покупать. Сегодня мы в плату и подошло хоть полный карман денег, но пока у тебя чего-то нету, тебя не запустят. А запустят, и не вынесешь. Мужика одного гляжу, показали, как он пошел домой, такой, не дали, не дали. Мне кормить семью нечем. Он пошел с длинной ручкой, топор принес и начал крушить все прилавки. Это только начало. И вдруг сегодня я вижу, страна стоит на грани государственного переворота. Просто так, что тебе что-то сделали, и ты выиграл, ты не выиграл. Ты смертный пригод приписал. Притом, тысячи людей об этом сегодня говорят. Я хочу вам сказать, это не слухи. Где слухи, мы так увидим. Это были слухи. И слухи хорошие бывают. Они переносят события. И о Христе пронесся слух по всей стране. И люди приходили, чтобы исцелиться. Слух встречается неоднократно. Мы сейчас прочитаем, какое значение Дух Святой заложил в это слово. Второе царство, 13.30. Будьте внимательны. Это касается очень сильно, чтобы мы кое-где рот закрыли. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Весолон умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. Понимаете, видели. А вы знаете, эту историю какая. У Давида это не одна жена была. И от разных жен разные дети. И вот одна понравилась другому. Ну, кто он ей это? Не двоюродный, он родной. И он задумал. А у него советник нашелся такой. А ты вот так-то сделай. Умный очень человек, в возрасте таком. Давид говорит, а что болеешь? Да вот мне надо вот так. Ну, спеките ему что-то. Нет, чтобы вот она пришла, сготовила. А когда она сготовила, занесла, он изнасиловал ее. Сестра. А у нее есть родной брат, подцу, по матери. И он затаил обиды. И когда где-то они там были, гуляли, он отроку сказал. Как только я скажу, а ты сразу подойди, перережь ему горло. И так и было. Ну, все остальные в расцепной. Ему слух дошел, что погубил всех, кто говорит, не всех. Одного только погибли. Игра кончилась для того человека. Да, секунда, минута, это наслаждение было. И вечность перед ним открылась без покаяния. Значит, слух бывает ложный, но неумышленный. Просто не разобрал, не расслышал. Мне так сказали. Ну, сейчас я так говорю, я не сам. За что продал, за то и купил, за то и продаю. Надо узнавать, так это или нет. Вот, к слову сказать, некоторые не знают. Иоанн Златоуст частенько приводит места, которые говорили языческие какие-то. Не просто берущие, а может быть, и даже в ложного бога верили. У ног такого-то. И он учился, и прямо называют своего. И здесь-то был такой умный Сократ. И вот человек приходит однажды к нему и говорит. Ну, новость такая у меня, прям весь трясется. Что? Про вашего друга. Вы с ним дружите, а у него такое. Так, подожди. Ты уверен, что то, что ты скажешь, это правда? Да нет, я слышал. Это слух такой идет. Так, ты хочешь мне рассказать про моего друга? В том, чем сам не уверен. Ну, да. Ну, а хорошее это известно для меня. Я лучше с ним буду, с другом? Да нет, когда вы это узнаете, нет. Не лучше это отношение ваше. Так, ты хочешь рассказать то, что недействительное? Ты не знаешь. Так, надо ли говорить? И еще третий вопрос задал ему. Какие переживания будут? Ну, ладно, я пошел. Нам нужно эти три вопроса ставить, когда передаешь. Ты уверен? Подтверждение есть. Подтверждение. Вот сегодня большая серия идет. Я не знаю сколько, но больше двухсот роликов стоит. Суд присяжный. Значит, десять или двенадцать бывает человек. Судья не выносит приговоры. А они в отдельной комнате, они сидят, слушают, допрашивают всех. В другой комнате они решают. От них зависит. От судья только приговоры зачитывают и все. Я сколько смотрел, нигде судья приговоры не выносит. Вот что интересно. И там между ними идет доказательство друг другу. В другой комнате они сидят. На суде Божьем не будет этого суда присяжных. Там откроется все в окончательной истине, как оно было. Вот мы считали, и силы небесные поколеблются. Я много знал с сектантами. Какие стыка в России? Я все буквально знал. Я спрашивал, что это означает? Не знаю. Прямо говорят, не знаем. Силы небесные поколеблются. Какие силы? Почему? А почему они не знают? Вот посмотрите, у нас иногда привозят хорошие материалы. Евангелие, четверое Евангелие по благостанию патриархи Кирилла. И другие книги на столе лежат, я буду раздавать. Там разные-разные. Каких-то имен нет, ни одного святого нет у нашего. Это новое течение идет. Они толкуют по-своему. Но доказательства другие. Я раздам книги в Армате. Вы православные наши сильные люди. И найдите, где противоречие с православием. Противоречие небольшое может быть какое-то. Но если это явно против, то мы даже и книги отисжечь. Я сколько смотрел, пока не нашел. Ну, бывает отделенные баптисты, они отдельно печатают брошюры. Очень хорошие. Вот песнопение поете. Это же не наше песнопение. А там и больше шестисот. И какие слова, какое прославление Бога идет. Итак, что означает слово слух? Ниемя 6.6. Иногда специально люди придумывают, стараются найти свидетелей. Было так. Доказали, было. И даже царь может поверить в это. Но этого не было. Я говорю вам, верующим, не спешите переносить слухи эти. Я говорю сейчас о том, что... Конкретно, я сегодня утром заново прослушал патриарха. Это не выдумка. Какое у него лицо. Как он говорил. И как встылается в конце на Библию, в коротеньком маленьком интервью. Видимо, уже с самой конец. Хотя есть такие высказаны, что антихрист на престол будет величать православный патриарх. Да не дай Бог, чтобы наш был. Слишком они умеют лазить с властями. Одно запомним. Всякая власть от Бога. Что сейчас делают? Везде ограничивающие попираются конституции. Даже на региональном уровне не сесть, не купить. Но явно дело, народ разделенный. Это специально. Какая цель, говорится. И вот восстанет народ на народ. Я к тому это говорю, чтобы не сомневались. Это предсказано. Это будет. И прославим за это Бога. Что нас Бог предупредил. Мы не во сне. Мы не слепые. Нам Бог мазью своей божественной помазал глаза. Как в откровении говорится. Итак. Ниемя 6-6. Возвлетелись из плена. Начинает строить. А там соседи говорят. И мы будем помогать. Вклады сделаем. Ипотеку откроете. Как сегодня делается. А у верующих вернулись из плена. Что из плена привезли? Они говорят. Не надо. Ну вам трудно купить. Не за что материалы. Не надо. Ни один суп не заходил. И что они тогда сделали? Соседние народы. В нем был. Тогда прислал ко мне сановал лад. В пятый раз слугу своего. У которого в руке было открытое письмо. В нем было написано. Слух носится у народов. И Гешем говорит. Будто ты, иудеи, задумали отпасть. Для чего и строишь стену. И хочешь быть у них царем по тем же слухам. Те же слухи, то другое. Это все царю. И стройка была остановлена. Сначала мы ваши друзья. Но когда мы сказали. Ну так нельзя жить. Вы вот это делайте. И пятимет отменили. Причищается любой из улиц. И стоит священник с чашей. Кто не причищался? Кто не причищался? У сестры Нина нашей. Сестра готовилась к крещению. Ну я, говорит. Сказала, где выходить-то тебе. Надо выходить. Оглашено изойдите. И в это время священник где-то. И она подходит, причищается. Вот ты что делаешь-то? Ты же к крещению готовишься. Ну он у меня смотрит. Кто не причищался? Три раза я поняла, что он ко мне говорит. Чтобы так крещать этого никогда не было. Все каноны на то, чтобы отлучить от причастия. Отлучить. Исправить человека. И златоуст подводит итог. Гибнет и священник, и кого допускает до причастия. Тело мое златоуст, говорит, отдам сам собакам. Нежели тело Господне недостойно причищающимся. Да-ка достойных и нету. Ну мы в том смысле говорим, что был на исповеди, сказал, раскаялся и туда не возвращается. Нету, потому что мы на земле еще. И нет человека, живущего на земле, который не согрешил бы. Над покойником это считается. И вот они распустили этот слух. Дескать, а сами же его этот слух-то теперь говорят. Слух идет такой. Вы хотите построить цену, отделиться от государства. Ну и натравили так, что Чечня хочет отравиться. Во сколько это обошлось? А какие хлынули оттуда боевики со всех сторон? И это все прекратило один человек буквально. Я уж его всегда называю, не буду здесь его им называть. Глава этой администрации. Не обвинять надо радость. Озрывов-то нигде нету. А вспомните, Каширское, Шоссе и другие. Сразу только почти 180 человек в одном доме погибло. Только легли спать. И рвануло так, что вообще ничего собирать нигде. Один человек говорит, а как остался? Не могу понять. Я стоял у окна, вдруг меня подхватило. Я лечу и вижу машины. Волной ударил. И даже ранения нет. Он упал на клумбу или где-то. Один остался живой. Ну если бы близко был, я бы поговорил, что ты думал в этом? Как ты разговаривал? Вот я еду, потеряю, вижу большой КАМАЗ-инструментов, сект Керабиса. Сижу, да и молюсь. Но оказалось скользкое здесь. И у него шины-то изношенные. И как раз на повороте у Панова машина заколебалась. КАМАЗ, это большая машина. Вниз, я гляжу, там обрак. Я молитвы все кончились. Я только, нет, это не должно быть. Так не делал. И дальше я потерял сознание уже. Уже заваленное, но только с сиденьями в кабине. И что дальше как было? Потом скажу. То есть надо быть готовым. А если судить по тому, что я в последнее время сказал, я ухватывался за эту жалкую жизнешку. И куда моя молитва все делается? И оказалось, что слабо еще. Надо ничего не помнить. Слава тебе, Господи. Встреча настала. Благословим Господь. Итак, Исайя, 28 глава. Я в ветхий завет сейчас посмотрим. А потом еще раз вернемся. 28 глава, с 19 по 20. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь. И один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. Слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. А слухи говорится? И один слух о нем будет внушать ужас. Видите-ка. Проверить. А там можно проверить как-то? В первую очередь не внимай слухам. А посмотри, где-то это напечатано, изображено. А не просто кто-то сказал, опереться не на что. Я говорю, я специально его скачал отдельно. Я отдельно выставил речь патриарха. Ну, не речь, как сказать, интервью дает. Так не один это. Стоит один митрополит. Митрополит. И говорит, начинает проповедь. Голову это все выставлено, снимается. Все время это. Не боится никто, что съемка-то идет. Народ стоит. Но дальше не видно. И он вот так голову поворачивает. Женщина. А ты почему без этого называть свое имя? Я не хочу назвать это. Наденьтесь, и сейчас же. Она стоит. Да вы в монашеском одеянии стоите. Такое непослушание. А держится за этот же змеюшник. Я вам говорю, женщина. Забыли проповедь и все. Говорит, ты сам уже сколько раз это сделал. Тебе уже полумертвый стоит. Один на храм. И не надо никого ставить. Мы друг друга поедаем. Она никого не видит. Она молится. Кто это разделял? Кому надо разделять и властвовать? И говорить дальше он не знает, о чем говорил-то. Но если у тебя Дух Святой побудил говорить к народу. А в нас стоит монашка какая. Ты еще монашка? Да ведь меня не слушаешь. И все это заснято. Это не выдумка. Нас уже довели до этой кондиции. Свобода должна быть. Тебе нравится? Делай. Ты несешь свое, я свое. Но поддержите друг друга. Не ставьте на нем крест. Даже кто-то что-то сделал с собой. Ибо близко развязка. История сделала крутой поворот к кончине мира. Я сейчас о слухах буду говорить. И что, какие слухи сегодня нас тревожат. Далее. Иеремия. Десятая глава. Пророк Иеремия. Ветхий Зад. Десятая глава. С девятнадцатого по двадцать пятый. Одну главу мы прочитаем полностью сегодня. Основание для будущего. Дальше. Горе мне в моем сокрушении. Мучительно рана моя. Но я говорю сам себе подлинно. Это моя скорбь. И я буду нести ее. Шатер мой опустошен. И все веревки мои порваны. Дети мои ушли от меня и нет их. И некому уже раскинуть шатра моего, развесить ковров моих. Ибо пастыри делались бессмысленными и не искали Господа. А потому они и поступали безрассудно. И все стадо их рассеяно. Несется слух. Вот он идет. Большой шум от страны северной. И чтобы города иудеи сделать пустынию жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Оказывай меня, Господи, но по правде не во гневе ты им, чтобы не умолить меня. Излей яростью на народы, которые не знают тебя, и напоминай, которые не призывают иметь твоего. Ибо они съели Якова, пожрали его, истребили его, и жилищ его опустошили. Ну, как будто военный стратег какой-то говорит. Поэтому я передал на жанр, на сайт, к сарпаляции событий на сегодняшний день. Выступают военные специалисты, генерал армии, генерал-полковник, ну, можно доверять-то, официальные лица. Если коснется сегодня ночью захват китайский десант. В течение двух-трех дней до Урала отстегчено будет. Напротив, одной рассыпанной дивизии 120. Что спрашивают-то? Они просто говорят, мы сразу 100 миллионов тык в плен можем отдать. По 2 миллиарда их сегодня будет. А где сегодня у нас на свалке все оказалось? По расчету Менделеева, к этому времени у нас должно было быть, к началу 2000 года, примерно 250. 500, 550 миллионов. 650 даже, вот как, 650. А их, считай, не считай, все мусульманские выкинуты, тут уж ничего и нет. Это не какие-то слухи, это реальность. И мы должны с этим согласиться. Так он завтра, может, послезавтра нападет. Мы ничего не можем сделать. И никто ничего не сделает. Это сказанное и всему надлежит быть. Повторяй себе. Ты поблагодари Бога, что он евреевский народ предупреждал. Придет от севера, оттуда, мы скажем, придет от юга. Им в школах сегодня преподают. Учат военному искусству, медведя ставят. Территория наша, это они захватили на нас. И бьют этого медведя. Ну, эмблема русских людей. А что делать? Ну, можешь молиться, молись. Не можешь. Слухи не распускай, которые не подтверждаются ничем. А это реальность. Значит, этого яйца войны не надо. Моррин, не надо. Укрепитесь. Покажите мужественность перед Богом. Как ей пишет. Туда, Господи, веди твоих героев. Учить боязривых в озере Огненном. Где плачь и скрежет зубов. Никого не бойтесь. Всегда радуйтесь. Благодарите Бога. Мы это заслужили. И когда говорится, что силы небесные поколеблются. Я впервые прочитал это у Ефрема Сирина. Это ангелы и архангелы. Хюрвим и Серафимы в страхе будут, говорит, прятаться. А написано, слава Божия, там колесница, колеса сеют за колеса. Это как когда казнит царь противников своих. И сын стоит рядом. Он за отца прячется и смотрит. Сул в ужас приходит. Только стоял человек и головы нет. Силы небесные поколеблются. Мы не знаем, сколько суд будет. Мусульман, говорится, 50 тысяч лет будет продолжать этот суд. Откуда они взяли? Но все от рождения до смерти каждого человека. И все заботятся. А где абортированные будут? Не знаем. Но богосправедливость одно точно знаем. В огне они не будут. Может какое-то там другое будет. Еще что-то учить, показывать. Возраст до 30 лет. Но ложным слухам не надо внимать, что дети те вучаются. Далее. Еремея, 51-46. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слыша на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год. И на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. И насилие, и будет слухи. Я, допустим, чтобы вот это сказать где-то, примерно 150 роликов скачал, которые просмотрел внимательно. Лауреату Нобелевской премии. В Польше начался суд на теме, этот геноцид надородом устраивает. Официальном уровне, на государственном. Которые все это придумали, что сейчас такая смута идет. Это все умышленное. И не надо только бояться. Один ответ можно дать на это. Надо говорить открыто. Недавно об этом очень открыто говорил протопрессвитер. Это такое редкое звание. Это у священника высшее. Протопрессвитер. Алёхин. Отец Андрей. И тут на него гонение было. И он на Кипре в последнее время был. И вот последнее он дает как бы интервью, говорит, я так недомогаю, а сам зирный, такой красивый вид мужчины. А кладистая борода, кажется, меня отравили. И буквально сколько часов прошло, и он умер. Это не басни, это не слухи. И теперь последние его слова. И он говорит о жертвенности людей, которые умерли за людей. Последнее стихотворение им написано где-то. Ну, я сказал имя, фамилия, тут можно сказать. Потому что о нем по всему миру молились, и он всем, он открытым текстом у нас все говорил. И там выступают митрополиты, и говорит, вот уже при входе в храм, еще требует там зеленую карточку, ты сделал или не сделал. Мы этого не позволим. У церкви все на виду должны быть. И никого мы не имеем права не допускать в церковь. То есть идет разлад во всех странах. Кто это придумал-то? И попыткой как-то загладить не получится ничего. А почему? Мы сейчас одно место просчитаем, а потом к нему вернемся. Вторая книга. Царств. 24 глава. С 13 по 17. И пришел гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы там ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь, рассуди, и реши, что мне отвечать пославшему меня, пославшему с большой буквы. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть поду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и началась язва в народе. И умерло из народа от Дана до Версавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражавшему народ, довольны, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у Гумна, Орны и у Евусеянина. Если вы знаете, кто Давид, а у него звание три было, царь. Царство десять раз уже переходило, разрушалось. Второе у него, какое звание было, кроме царя? Просто надо знать, псалмопевец. У него было несколько таких званий. А вот псалмопевец, он остался теперь на весь мир. А все остальное ушло, как бы ни было. И мы здесь, в этой книге, держим его псалмы. И вот он, обладатель таких знаний, по-тогдашнему было, он даже не подумал, что а как избежать? Ладно, семь лет, а мы сейчас начнем, как Иосиф делал, жительницы строить, скорее голода не будет. Нет. Бог сказал, будет, семь лет будет голод. Косяки будете грызти. Как во время коллективизации, когда отнимали, хлеб отбирали, и люди гибли и гибли. А то и Украине пять миллионов обошлось. Люди умирали. Все, зерно свозили, продавали за границу. Списали, смирить народ и как-то делать так. Второе, бегать ты будешь. Бегать. Я уже бегал по горам. И тоже страшно. Семь, о, три месяца, это, девяносто одни. Такая блокада. И за мной там, в блокадном где-то районе, беуды бегать не выдержу. Но можно избавиться. А я сейчас наберу добровольцев, и к нему зашлю, и Саула убью. А Бог предавал его в руки, он его не убил. Помазание Божие. У него не было в мыслях избегнуть то, что бы он сказал. А третье-то, я не знаю, язва, а что это? Вот всего три дня. Но для Израиля 70 тысяч, это как для, сказать, прибалтийской страны. Эстония, там мало народу. И которые здесь есть, ну, маленькие такие народности. Но для него это было огромное... А что он сделал-то? Перепись. Сделать перепись. Простенькое дело. По домам будут ходить люди записывать. Перепись ничего не значит. Христос был в перепись, и пришел. Но он сделал не для этого. Переписать только мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. С какой целью? Какая у меня армия? Могу ли я с соседями сейчас начать воевать? И Господу было очень неугодно. И только сделал это. И говорит, сразу же дрогнуло сердце. А ему военачальник, министр обороны, говорил, Иоанн, не надо это. Сколько дал Бог еще больше дать? Я сказал, делай. Ну, не надо, царь. Я царь или нет? Иди, делай. И он пошел и переписал, и дал подпись. И просчитал только. Ну, радуйся. Он не покинутый Богом был. И Бог сразу же трогнул сердце. И вот дрогнуло сердце. И имя Гад. Гад, у нас Гад, это ползущее что-то. Это пророк. А тому Бог сказал, иди. Предложь ему выбор. Избавиться нельзя, который избавится. Так сейчас Бог послал Богу Язву. От нее не избавиться никак. Нет. Сегодня уже, когда началось это, я говорил, от нее 5 марта, житье Конана и Савряевна. За этим штаммом еще 28 должно быть. 28. А как вы это знали? Ну, написано, что вот столько-то рассчитывают сегодня. 80 процентов, чтобы в каждом предприятии люди получили. А 20 как будто не нужно. А почему? Я нашел в Писании. Мы это откроем сейчас. Откровение 13.17. Посмотрите. Библия дает ответ на все. Но надо только просить Господа. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Патриарх на это сослался. И 17.5. Не продать. Это сегодня буквально. Ничего. Запретили мясо продавать, вот в Савицком крае, провозить. Мясо. И сейчас показывают. Даже нельзя без слез смотреть. Вырвозились там сколько-то, ну 100 тысяч инкубатор. Молодые, маленькие цыплюшки-то. И теперь сказали вывалить в урны, там стоят большие баки где-то. Женщины выходят и плачут. Они пикают, падают на снег, переполнено. И они их как порох туда сыпят, сыпят. Дальше показывают где-то свиней или что-то. Что-то сделали. Просто поле усыпано трупами. Другое. Вот это нельзя. И засыпана вся долина картофелем, там что-то морковь, я уже не знаю что еще. Ну люди там поехали, чтобы брать. Ясно, что умышленно создается ситуация грядущего голода. Поэтому в деревне еще проще. И все понимают, уже спрашивают, как переехать, что. А в городе-то возьми. Ведь ничего нету. Холодильника тебе даже на неделю не хватит. Электричества нету, воды нету. Тебя никакая покрышка с 10 этажа, куда ходишь, не удержит. Пробка только будет на 130 километров. Значит, пришло время подумать, где ты будешь. И вот здесь мы видим, прочитаем сейчас, 17.5. И на челе ее написано имя. Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Тайна. Вот эта тайна раскрыта на сегодняшний день. Я неоднократно говорил, в 17-18 главе говорится о Вавилоне. Это говорится не... Ну все святые понимали, это Рим. Но Рим второй назвался Константинополь. И третьим Римом себя назвала только Москва. И там общество есть такое. То есть первого дня мы, третий Рим, Епифания Славенецкий и говорит, четвертому не быть. Этот внезапно, в один час, будет полностью сожжен и развеян. Сегодня вокруг все. Одновременно вылетает до полутора тысяч ракет с атомным зарядом. Даже праха не останется. Он спрашивается, что делать. Это не слухи, это реальность. А реальность такая, что, по слову Божьей говорится, третий час человека на земле погибнут. Потом из-за этого дойдем еще. Деяние 11.22 Это Библия считается. Так можно еще подозревать, что я, может быть, ошибся. Гуку в гуку. Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской и поручили в Арнаве идти в Антиохию. Что где-то нуждаются, куда-то прийти, а телефонов не было. И слух дошел. И слухам этим не доверять нельзя. И доверять нельзя, пока ты не проверишь. Бывают слухи правильные. И мы это увидим, как апостол Павел однажды получил такое сведение. До меня дошел такой слух. Но, видимо, подтвержден. Он начал громить. Кажется, от общины вообще праха не останется. Мы прочитаем это тоже. Дальше. Первое Коринфам 5.1. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. А кто это сказал? Дальше говорится. От хлоиных есть, стало известно. Он говорит, то есть выдает. А у нас, когда сказали так, сразу же по теряльке были. А кто меня заложил? Заложил. Вы знаете, сама терминология словесная говорится. А что сделали? Наши по-теряльски вдвоем надумали покупать пшеницу ворованную. Люди работают комбайном, а они только нанятые. Они подъезжают, машину сливают, туда другие горющее привозят. Где он взял горющее-то? Ну, ясно, что воруют по ночам. А мы стали воровать. Мы поставили пример. Если сегодня же не вернете назад, завтра будет известно в полиции, в милиции тогда было где-то. А почему? В 49-м псалме написано. Ты видишь вора и сходишься с ним. С прелюбодеями сообщаешься. Я молчал, говорит Господь, и ты подумал, что я такой же, как ты. 50-е знают, что в 49-е не хотят считать. Там покаяние Давыдова, здесь наше покаяние в 49-м, оно рядом стоит здесь. Итак, Матфея, 28-14. Я говорю о слухе. И Павел этот слух, видимо, перепроверил не один раз. И дальше начал ему рассказывать, где они будут. И что с ним нужно сделать. 28-14. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. То есть, Христос воскрес, а вы скажите, что его ученики, когда мы спали, они украли. Ну, если спали, как ты видел, если ты спал. Ты же проспал это. Ну, а у них это не игра была. Если стражник заснул, он подвергался сразу же казни. Ну, Петра когда охраняли, 4 четверисы, 16 солдат. Ну, тут они не виноваты были. Камера открылась сама. Их усыпил Господь. Проверил Ирод. Были, были. Да мы не знаем, что на нас нашло. Казнить. И 16 человек за одного казнили. Освобождение Петра пошлось, как говорится, очень дорого. И здесь, если дойдет слух, а мы его погасим. Мы скажем, это вот так и было. Мы тоже знаем. А им дали достаточно денег. Можно в армии не служить. Богатая нация. Вот как. И слух бывает умышленный. Слух до правителя дойдет. А он не дошел. Он заботился о том, чтобы жена сказала, не делай зла этому праведнику. А когда уже воскрес, теперь уже Пилат будет отвечать. И там разные версии, что Пилат был где-то сослан, а потом и казнен. Ну, это может быть только предание такое. Филиппийцам 2,26. Тема сегодня сейчас слух, молва. Как к этому относиться? Мы окружены. Мы сами слухи распускаем. Я спрашиваю, где ты это взял? Я не знаю. Ну, как верить этому, когда... Это серьезное дело-то. Как говорят, на кон не имущество, а жизнь поставленная. Вот паникеры, которые... Вот в Барнауле здесь были, и она сидела, сестра наша, Ксения там. Мужа взяли на сахарном заводе, тут был рядом. Была революция, когда был во Франции, а там в Варьбе набирали, что-то меньше, там метр восемьдесят пять. Там, смотреть, герой. Вернулся. Пришло время, одно из-за другим, 37-й год, начали забирать. А он коммунист, все. И он сказал жене, если будут забирать это враги, они на нем. И его сразу вскоре расстреляли. Арестовали и расстреляли. А ее... А она просто жена. Ей 10 лет. Спрашивается, за что? Такой власти никогда на земле не было. И с этой властью церковь играла, блудодействовала буквально. И она все рассказывала и там видела. Вдруг внезапно, она работала на этом, как меланжиный комбинат, кажется, построили. И всех собирать, погудку, собрались. А один из них, из Ленинграда, чертежник, гильдер так прет как. Дай-ка он к октябрю будет уже чай пить здесь, в Москве. Ну, просто сказал. Так, говорил и не говорил, говорил. Ту же яму уже расстреляли сразу же. А от него зависело, что отступит кто-то. Нет, никуда. Меня особенно трогает то, что когда пришел какой-то правитель здесь, даже время это... Наши плохой правитель, там пьяница был тут у нас такой в России. Но никому не мстил. Никому. Эти победили врага в Германии и стали искать родственников в главе государства. И оказалось, у него родная сестра, он с ней даже не знался, не встречались почти. Ее сразу арестовали, привезли в Советский Союз, и она тут в лагере умерла. Долго жила. Она вообще никакой политики не... Ну, какая-то власть-то. Я там о том... Это не слухи, это реальность. Имя ее все показывает, где она желает. За что? Ни один не ответил. За что царских княжон расстреляли четверо? Царя Николая. Мальчишка. За что? Ответов нет. Я говорил, это коммунистам, старым, пожилым. Это переборщень. Ну, к себе примерьте. Чего другому такому не желаешь? Себе этого не делай. Мы говорим, что верить не слухом надо. И далее. Лука 4,14. И возвратился Иисус с силой духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Люди передавали. У меня прокаженный был, встретился, слепой был. Ну, друг другу рассказывают. Ну, нельзя не сказать об этом. Радость-то какая. Это тот самый, который и другого нам ожидать. А это был пророк сильный в слове и в деле. Они понимали, ученики, но за Бога его никто не признавал. Никто. Ни один. И он скрывал это. Хотя говорил, 13 глава, 13 стих или 5-18, прямо говорит. Вы называете меня учитель и Господь, запятая. И я действительно то. Когда говорят мусульмане, а где он говорил себя за Бога выдавал? Ну, вот, минимум два места. Павла они не признают. Тогда я когда доказал, да Катаян сказал. Да кого что хотели? Нашу Библию попала ворвать? Вот протестанты отошли попутно сказать. Был слух, что их основатель, ну, это не неверующий человек, я могу сказать, ученый, доктор богословия. И он послание Якова выкинул полностью из Библии. Если вера, а это означает, что там написано, вера без дела мертва, считаешь, прелюбодей, прелюбодейся, 4-4. Не знаете ли, что дружба с миром есть, есть вражда против Бога. И Мартин-то, у него он же монах был. Монах, женился на монашке, шестеро детей. Это не просто трагедия, это ужас какой-то. И поэтому никто так не говорил. И он не признавал послания Иуды, послания к евреям и откровения. Ну, это их как-то сохранили еще. Это те основания, которые сегодня называют парадарственными именами. Это вот с чем они пришли сюда. 11-ти канонических и еще 4 поставили под нож. Дальше 5-15 тут же выки. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. И слушать не только по болезням. Слухи были правильны, подтвердились, и хорошо, что кто-то передавал там есть. Еще несколько мест прочитаем. Второе фестонитиста мы прочитали? Нет. Не прочитали. Прочитали, да? Нет, не прочитали. Перепийцам не читали. Прочитаем. Перепийцам. А мы признаем его послание к евреям. Хотя Павел его не подписал, потому что это евреи, и они бы даже при одном имени Павла их в дрожь бросали, и поэтому не подписался. Патриарх Тихон, тот всегда подписался. И кто в это время был, его звали Феликс Железный. И он уважал даже за это Патриарха, что какие послания бы не посылал, о том, чтобы люди крепли в вере и прочее, но это был открытый враг, с которым можно было бороться. Мне это было достаточно, чтобы я ни одной бумажки не выпустил без подписи. И власти это оценили. Почему? Ну, это слухи. Я просто скажу, как из практики. Я сижу в тюрьме. Что я верующего знал, и начальник на другой день меня призывает. Он говорит, а какая у вас статья? Я говорю, 190 прим у Караса. А что это за статья? Он все знает. Да полез, достав, посмотрел. Да, это такое. А скажи, про Мещеного Михаила что-то сказано у вас в Библии? Мещеный. Я говорю, про Мехаила сказано или не про человека? Это Архангель Михаил. Да. А говорят, там написано. Не написано. Он меня много раз вызывал. И мы беседовали. Александр Семенович. И потом уже встречались, звонил, и его жена сказала, умер по-христиански. И священника вроде вызывал. Да, Бог так атак делает. Слухи были. Эти слухи нужно было развеять. Нет там про него. Нет. Промещенного. И дальше. Так, писал Никицам. Два. Какой стих? Так, я писал Никицам, я сказал, по-моему, евреям один, два, один. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. К слышанному. Особенно внимательны. Кто бы что где-то и говорит. Не так, я говорю, как, когда мы в миссионерских поездках были, и там сказали в одном месте, приехали кто-то, баптисты, видимо, раздавали брошюрки, а священник узнал немедленно, иначе от причастия отучил, все принесли, и все сожгли в церковном дворе. Я говорю, а как вы узнали? Да не знаем где-то. А одна бабушка подошла и говорит, а я не отдала, спрятала и все. И она когда принесла, я посмотрела, это отделенное баптисты, советская церковь, и там пропы ярлы, песни, настолько богатый материал, ни православие, ничего не трогать. И бабки как захотели, да как же батюшка, отец Иннокентий сказал там, ну слухи это все. Ну можно было бы просчитать, сказать батюшка, ну ты просчитай, ну посмотри, перенасыщено знаниями. С какой верой это написано, то это от зависти все делает. Если бы люди могли так говорить, а ведь это ни один, ни два, через тех людей пришли. Сегодня протестантов насчитывается 660 с лишним миллиона. А православных во всем мире, ну от сил может 250. Да и те-то с ними разговаривали, на десятерых никто не может еще ответить. Стоят как столбушки. Если не знают, а ты иди и говори. Вот сегодня ночью у меня такую пакость про меня выпустил. Там где-то много сказано, а кто это сказал, кто мог сказать. Который у нас был здесь и романах. Он защищал здесь диссертацию какую-то, курсовую или в университете учился, теологический факультет. И уже все разошелся с нами и все штавил. Я все эти годы наблюдал за этой общиной. И по именам все показывали. Где, как были, мы, что делали, как приходим, какой устав. Это все. Ну и беды-то никакой нету. А теперь люди это берут и на это насцепляют, что-то кого сни приснится где. Ни одного слова нет. И взять некого. Да и брать не надо. Почему слух? А этот человек-то, да, сделал он нехорошо. И его постигла та же трагедия, что и Мартина. Монаху размонашиваться, жениться. Сколько бы он ни жил, ему нельзя ни присеститься, ничего. А как, дорогая статья. Которая отпущает буквально на всю жизнь. Пока он не разойдется. Итак, слово слух нас сегодня заставляет прислушаться к тому, что мы слышим. Ни да, ни нет. Я посмотрю. Но вам же это известно. Да, известно. Как один мудрец подшел, решил посмеяться. Я вас прошу. У меня вопрос к вам, учитель. А какой? А сколько лошади ног? В моей лошади? Да. Так, подождем. Слезда. Одна нога. Вторая, третья, четвертая. Четыре. Так а сейчас слезда, разве не знали? Так я думал, что вы не знаете. Вам надо было показать. Я и показал. Вопросы задают иногда такие, что даже и сказать нельзя. Отец Дмитрий Смирнов подоговорил. Я вам рассказывал это. Как бабушка пришла и вот приходят. Можно задать вопрос? Можно. А думаю, такой вопрос зададут. Не знаешь, отвечать или нет. Вот я иду. И дальше на остановке нету машины. А тут такси идет. Я поднимаю руку. Если я там мусульманин, я доехал до храма, даю деньги, он не берет. Мать, да ты как я могу с тебя взять? Да ты идешь молиться. А если наш, говорит, русский идет, обязательно возьмет. Это моя работа. И он дальше говорит, что, а почему бы не узнать, какие у нее долги? Да на пятый этаж принеси ей вещи, куда она идет где-то. Поэтому другие люди будут здесь жить. Бог все-таки избирает по правде. И это вплотную подошло. Это не слухи. Я говорю, с кем я не был единодушен. Итак, сделать ревизию. Что мы слышали, от чего наши отношения к кому-то изменились. Доказательства полные. И если он не понимает так, и который сказал, если сказал, скажи ему, что больше не говорил. Да сильно ты не сердись, как говорит Соломон. Потому что ты сам про других тоже ведь говорил когда-то. Да избавит нас Господь и очистит уста наши и уши. Ему слава вовеки веков. Аминь. Аминь. Спасибо Христов.